Яна, сын Яна Петра, Квятковский Гербогриф. А вы сказали про Мариинский театр, лыжи, вот что-то... Это папа, это папа, это Мариинский театр. Я вообще, конечно, была штучка, та еще пять лет была, пять лет была. Слушала, видела щелкунчика и вышла около царской лужи, танцевала щелкунчика. Папа, конечно. Мои родители очень поздно поженились, и я родилась очень у серьезных родителей. Им было по 36, потому что они во время Первой мировой большевистского переработка потеряли своих любимых. У мамы два брата расстреляны, потому что надо было дом в Великих Луках отдать. Это вот и было тогда, коллективизация и прочее. Это было раньше Большого террора, еще до того, как папа арестовали? 28-й. Террор же начался, 5-го сентября, вы же знаете, 5-го сентября. Когда началась оптация, если вы, допустим, полька и прочее, вы можете уехать на свою родину. Это, да, 1900 какой-то, да? И присяжный поверенный, в теперешнем варианте адвокат, оставил квартиру четырехкомнатную со всей обстановкой, с картинами, с прочим. То, что он... И сам уехал в Великое княжество Литовское, в Ковицкую губерку. И там папа с мамой умерли. Так что вот так вот. Ну а потом, когда Козырец ковали, то уже неизвестно, куда все это исчезло. Так что вот так вот. А по профессии кем был папа? Чем он занимался? Папа был экономист, завод электросила. Но вот смотрите, какой вариант. 1 августа 1937 года папа уже знал, что началась в польске. Приказ был раньше, да? Знал, и он уволился с электросилой. И приблизительно до 19 декабря не работал, а потом устроился на мебельную фабрику. А потом 1938 год, и в феврале, и в море столовую. Я только это почувствовала, когда окончила школу и стала поступать в первый медицинский институт. И когда надо было написать о папе, я написала правду, арестовали, прочее, прочее. Меня не приняли. Когда главный врач скорой помощи города Ленинграда, мера, врач, медицинский, он сказал, это быть не может. Меня приняли. Потому что таких же, как я была, сумасшедшее количество. А вы с мамой думали, что отец арестован, а не расстрелян, что он в лагере, может быть, или как? Нет, мама знала. Понимала, да? Мама ничего не говорила. Основание было такое. Десять лет без права переписки в дальневослочные лагеря. Это значит, что расти. Она понимала сразу, да, о чем идет речь? А потом уже документы какие-то она запрашивала, писала? Конечно, мама без конца писала. Потом мы же были в ссылке, так что нас оттуда быстро освободили ссылки, потому что был момент, когда Ежова убрали и стал белее. Это 16 ноября 1939 года. А куда вы были высланы? Где вы жили с мамой? В городу Ржун. Родина Кирова. В каждой избе по пять семей было репрессировано. У нас была совершенно сказочная педагога, английский язык преподавала. Профессор из Киевского университета. Выслана была ему таракань.